ДОЙЧЕ БАНК Мы говорим о кризисе невиданных масштабов, незнакомом индустриальному миру со времен промышленной революции. А что по-вашему есть крах? В Греции, например, матери отдают детей в приюты, потому что не могут прокормить. Вот это крах. Когда 50% молодежи сидит без работы. Это крах. ВЫСТРЕЛЫ Все катастрофы, они начало имели, когда человек удалялся от богообщения. И в этой оторности пытался что-то строить, цивилизацию, да, скажем так, Вавилон. Первый Вавилон Господь рассеял. Но у каждого кирпичик-то это здание Вавилона в сердце. Народы земли задумали построить мост на небеса. Бог не был им нужен. Совсем. Эта башня должна была прославить их самих. Башня тщеславия. Наш кризис – это не только кризис экономический. Это кризис человечности. Это кризис воспитания. Не говори мне, сколько на этой улице мечети и церквей. Скажи, сколько несчастных и бездомных. Сколько больных. Перед вами банк еды Барселоны. Мы собираем продукты, предназначенные к утилизации, и раздаем их. Сегодня мы кормим 122 тысячи человек в одной только Барселоне. В связи с кризисом это актуально, как никогда. Мы делаем все для борьбы с отходами и для борьбы с голодом, конечно. С начала кризиса в провинции Венето зарегистрировано 20 самоубийств. Мы считаем, что их больше. Авторынок в Южной Европе рухнул. Продажи упали на 30-50%. Депрессия. Италия уже живет в депрессии. Но здесь не нужно никакого заговора. Такая структура формируется самим рынком. У нас перед глазами был пример коммунизма. Он не сработал, хотя идея была очень хорошая. Капитализм тоже не сработал. Так куда же мы движемся? Если честно, никто не знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот фильм вряд ли будет интересен каждому. Для кого-то кризис уже закончился, для кого-то и не начинался. Человек живет тем, что его окружает. Если вокруг праздник, то пусть продолжается праздник. Так уже было. 23 октября 1929 года мировые столицы еще наслаждались бурлящими 20-ми. Рестораны и дансинги были забиты до отказа. Только что проложенные трансатлантические телефонные и телеграфные кабели, тогдашний аналог интернета, гудели от хороших новостей. Фондовый рынок, по словам американского экономиста Ирвинга Фишера, вступил на равнину бесконечного роста. До начала Великой депрессии оставались всего сутки. Никто и подумать не мог, как изменится мир в самое ближайшее время. А ведь с окончания предыдущего кризиса и вызванного им кошмара Первой мировой войны к тому моменту прошли жалкие 10 лет. Ты говоришь, я разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Я приехал в Испанию 12 лет назад. Создал свой бизнес в строительстве. В какой-то момент клиенты перестали платить. Мы попробовали перекредитоваться на 15 тысяч евро. Банк отказал. В итоге меня просто выселили из квартиры. Они вломились в подъезд. В здании нас было 20 человек. Я вновь испытываю бессилие, когда сейчас снова это вспоминаю. Смайя Хорхи живет в палатке. Активисты движения «Нет выселением» разбили ее прямо перед входом в банк. Мы разговариваем с ним на 28-й день его голодовки. Моя семья оказалась на улице. Спасибо друзьям, они приютили женю и сына. За полгода мы объехали с десяток стран на разных континентах. Страны третьего мира, страны первого мира. Разные языки и разный цвет кожи. Но сюжеты одни и те же. Благодаря кризису мой бизнес идет неплохо. Люди в Греции почти перестали покупать новую обувь. Все несут ко мне, чтобы я починил. Это будет стоить от двух до пяти евро. Меня уволили в марте 2010-го. Тогда уволили сразу очень многих. Они не дали нам ничего. Обещали, что выплатят все долги за 15 дней. Но прошло уже два года. Чтобы прокормить детей, некоторые продают органы. Например, почку. Недавно полиция арестовала такого человека. Для безработного это был последний способ добыть хлеб. Мы видим людей, которые себя и представить не могли в такой ситуации. Ежедневно в Испании 175 семей оказываются на улице, потому что они потеряли работу. Не могут платить по ипотеке. Туризм еще поддерживает экономику Испании. Многие рестораны по-прежнему полны. Но количество безработных показывает. Бедность пришла и в наши дома. Я как раз только вернулась из отпуска. И как снег на голову объявили, что наша фирма не платежеспособна. Никто не ожидал. У всех были планы, у всех кредиты. Оксана Лидер приехала в благополучную Западную Германию после перестройки из бастующего Новокузнецка. Потеряв место кассира, уже год она пытается устроиться на любую, даже самую низкооплачиваемую работу. Семья живет в долг, а на столе растут стопки коммунальных счетов. Банкротство сети Шлекер – крупнейшее в истории ФРГ. Работу потеряли 33 тысячи человек. Все дело в глобализации. Немецкое правительство сказало, мы должны уметь конкурировать с остальным миром. И поэтому отменило гарантии для рабочих. У меня холодильник практически полупустой. Вот это вот мама сварила, там лапша, картошка, это хлеб, кусок, вот и все. Больше у меня ничего нет. Этой осенью даже Германия поняла. Великая рецессия касается всех. Неважно, экономил ты или транжирил. Все в одной лодке, и вода в этой лодке медленно прибывает. Парадоксальная ситуация. Продажи сверхдорогих товаров растут. Продажи сверхдешевых товаров растут. Но товары средней ценовой категории никому не нужны. Средний класс растворяется. Мне кажется, нам хуже стало. Людям, которые в социализме жили, и где все были не самые богатые, но мы не страдали от голода. Айнце Морозова учительница, но живет на пособии. Она одна из тех жителей восточного Берлина, кто уверен, что в ГДР было лучше. Раньше такое мнение было редкостью. Но в декабре промышленный рост в Германии почти остановился. В Германии автопром обеспечивает работой 700 тысяч человек. В сумме это почти 10% ВВП. Поскольку спрос в Европе почти исчез, такие производители, как Форд, Опель, Рено, Пежо, Ситроен, несут огромные убытки. Текстильная столица Италии – Прато. Оборот фабрики Винченцо Канджоли – 200 миллионов евро в год. Тут производят эксклюзивные сорта тканей для ведущих домов моды. Эта коллекция появится в магазинах зимой 13-14 годов. То есть мы примерно на год опережаем текущие потребности рынка. Вот так переплетаются нити. У нас есть сложные многоцветные нити. Такое сочетание обязательно бросится в глаза. Я капиталист в пятом поколении. Мой прапрадед начинал с маленького цеха. Однако сегодня бизнес Канджоли выживает только за счет поставок дорогих тканей в Китай. США и Европа, не говоря уж о самой Италии, почти перестали покупать. Да, Италия может привлекать туристов. Но мы должны и производить. Однако Европа решила, производство – это устаревшее явление. Удел стран третьего мира. Будущее за сектором услуг и виртуальной экономикой. Виртуальная экономика – это экономика без физического труда. Это деньги, существующие только на электронных счетах. Это кредиты, созданные из кредитов, созданных из кредитов. Ветряки вместо атомных или тепловых станций, как здесь, в Северной Испании. Или музей с цветниками, вытесняющий металлургические заводы в немецком Руре. Это всемирная сегрегация, когда одни обречены на изнуряющую работу, а другие не работают, но креативят, создают и продают софт, операционные системы, программы, управляющие работой других. Фейсбук вместо серпа, Твиттер вместо молота. В Италии произошла сильнейшая деиндустриализация, в особенности после введения правил ВТО в 2005 году. Текстильная промышленность пострадала едва ли не сильнее всех. Здесь, в Прато, мы потеряли почти половину производства. Меня уволили. С февраля мне перестанут выдавать пособия, и мне будет не на что жить. Живу у родителей, но они уже старые. Если у нас отнимут горнодобывающую промышленность, астории конец. Вот здесь находился ствол шахты. Глубина 600 метров. Вот здесь, видишь, уголь взвешивали. Вот мы видим, этими вагонетками его поднимали. Над конвейером сидел человек, который выбирал кусочки древесины. Несколько лет назад ее закрыли, пять или шесть. А люди куда делись? Некоторые ушли на пенсию, кто-то устроился на другие шахты. Шахтеры Астурии взбудоражили мир этим летом. На планы правительства по сокращению пенсии и зарплат они ответили вот так. Мы шли мирно. Моя подруга стала фотографировать полицейских. Ее повалили на землю щитом. Я бросилась на помощь, меня швырнули на пол и ударили дубинкой. Эти шахты принадлежат государству. Правда, государству они не нужны. Правительство хотело видеть Испанию туристическим раем, Рай теперь выглядит так. Задраенные окна непроданных столичных новостроек, во дворах разобранные на части строительные экраны. Газеты и телевидение убеждают нас, что мы сообщники и даже виновники этого кризиса. Но в реальности, если кто-то и жил непосредством, то это наша финансовая элита и власти, которые ее покрывали. До кризиса мы жили сумасшедшей жизнью. У всех было много денег. Каждый мог позволить себе новую квартиру, новый дом, новую машину. Банки давали кредиты, люди брали. Сейчас все остановилось, никто не тратит деньги. Раньше, если у вас возникала проблема с кондиционером, вроде вот этого, вы просто покупали новый. Сегодня все стараются ремонтировать. Нам пришлось уволить две трети сотрудников. В итоге в Испании почти не осталось своего производства. К этому привели спекуляции с недвижимостью. Отсюда и долги перед международными банками. Нас переводят в разряд стран третьего мира. Происходит латиноамериканизация Испании. Растет поток мигрантов из Испании в центральные страны Евросоюза. Если вы вспомните, как развивался кризис в Латинской Америке или в Африке в 1980-е, то поймете, что с Европой сейчас делают то же самое. Шахтеры родоуправления «Поза Кандин» провели под землей 50 суток, протестуя против сокращения пенсии и закрытия шахт. Но овации быстро смолкнут. Забастовщики ничего не добьются. У нас нет настоящего, и уж тем более будущего. Я имею в виду 2018 год. Год, когда по плану правительства последняя шахта должна быть закрыта. Уголь из Астурии никуда не делся. Никуда не исчезли и теплоэлектростанции. Но во странном истечении обстоятельств не добывать уголь сегодня здесь становится выгоднее, чем добывать. Государственные шахты закрываются одна за другой. Между тем, здесь, в морском порту Астурии, где раньше отгружался уголь на экспорт, как на дрожжах растут горы импортного угля, угля из Колумбии. Его везет сюда компания, принадлежащая банковскому консорству, сумму Голдман Сакс, сыгравшему столь роковую роль в европейском финансовом кризисе. Это явление называется вывозом капитала, и оно описано еще в начале прошлого века. Крупные международные банки инвестируют в разоренную кризисом Европу, чтобы гарантировать себе прибыль. Кроме того, так они подчиняют себе целые государства. Меня зовут Петрос Фундидис. Я работал на этой верфи 9 лет. Мой отец и дед работали тут же. Сейчас здесь урезают зарплату, увольняют людей. Из 11 тысяч человек работает 200. Я инженер-механик. Два года я работал на верфях Перамы и Элевсин. Безработные уже 10 месяцев. Работаю здесь 40 лет. Вот уже полгода зарплату нам не выплачивают. Наш завод может производить даже военные корабли, но хозяевам это не нужно. Их цель – легкая прибыль. У меня пятеро детей. Мне 58. Что я буду делать, когда мне будет 60? Они слишком много тратили и слишком мало работали. Но что если по официальной статистике греческий рабочий работает 2000 часов в год, в то время как немец меньше полутора тысяч? Почему же Германия спасает Грецию, а не наоборот? Потому что в Германии еще осталась своя промышленность, а производимые в Германии товары стоят дороже, чем то, что в рамках Евросоюза и ВТО позволено производить грекам. Но почему в Греции не осталось промышленности? И кто довел ее до дефолта? Вот один из ответов. Голдман Сакс. Этот банковский спрут пережил не один кризис и вот-вот справит свой 144-й день рождения. Соучастником размещения греческих облигаций был он. Он помогал скрыть масштабы госдолга, чтобы бонды продолжали покупать. Выигрыши были все, но недолго. Сегодня в Греции продается почти все государственное имущество. Энергетические гиганты Депо и Десфа, почти все порты, все аэропорты страны, основные автотрассы, предприятия ЖКХ в Афинах, в Салониках, аграрный банк, почта. Два самых популярных слова в Греции. Продается и сдается. Вы можете купить что угодно. Оставшиеся от Олимпиады и заросшие бурьяном стадионы, нефтепроводы, острова, даже военную базу. Только придется занимать очередь. Вас уже опередили Барклайс Кэпитал, Ротшильд, Эрнстен Янг, HSBC и Евробанк, Креди Агриколь или UBS. Ротшильд, Эрнстен Янг, Салониках, Безумие состоит в том, что правительство Меркель в Берлине позволило разбираться с кризисом МВФ этому придатку американского казначейства. Именно так приватизация открыла транснациональным банковским группам доступ к сокровищам европейских экономик. И вот ведь парадокс. Обанкротив Грецию, Голдман Сакс первый в очереди на приватизацию ее имущества. Возможно, банкиры понимают, когда виртуальная пирамида рухнет, на коне окажется не тот, у кого толще кошелек или больше вилла, а тот, кто владеет природными ресурсами и инфраструктурой. Купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Первая акция. Выпущена 9 сентября 1606 года номиналом в три Гульдена. Принадлежит голландской Ост-Индской компании, первой в истории транснациональной корпорации. Компания, управлявшаяся 17 купцами, основала десятки городов. Джакарту, Кейптаун, Нью-Йорк. Она чеканила монету, имела флот, армию, суды, тюрьмы и колонии. После французской революции и своего банкротства в 1796 году компания разделена на части и национализирована. Я разозлился. Когда начался кризис, вдруг выяснилось, что у каждого есть свое мнение по поводу капитализма. Но практически ни у кого нет знаний. Моя выставка рассказывает, как две торговые нации, Венеция и Амстердам, доминировавшие над миром с 12 по 17 века, возвысились и ушли в небытие. Между купцами прошлого и сегодняшними торговцами нет никакой разницы. Вспомните знаменитый тюльпановый кризис. В 1634 году главнейшие нидерландские города были вовлечены в барышничество, которое, поощряя биржевую игру, губило солидную торговлю, служило приманкой для ненасытности богачей и алчности бедняков, поднимало цену цветочной луковицы выше, чем ее вес золотом. И кончилось, как кончаются все подобные периоды, бедствием и отчаянием. Многие разорились в конец, лишь немногие сумели обогатиться. Пресыщение, ощущение самодовольства. Как только ваша самоуверенность перестает быть подкрепленной экономически, это тревожный звонок. Банки сейчас имеют больше влияния, чем правительство. Я говорю о крупнейших корпорациях, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, да кого не назвать. Банковский сектор необходим. Это смазка, которая позволяет крутиться шестеренкам в промышленности. Однако, когда финансы начинают интересоваться только финансами, на выходе не производится ничего. Это Вавилонская башня. У нас такая же ситуация, как в Библии. Эта система не способна сохранить стабильность. В какой-то момент она непременно рухнет. Главная задача людей сегодня – это делать деньги. Как при этом говорить о спасении общества или экономики? Сколько денег вы взяли? 492 тысячи евро. 68 кредитов в 39 банках. Банк Сантандер, ПБВА, Дойчебанк, Ситибанк, Барклайсбанк, Лакайша и многие другие банки. Энрик Дуран по прозвищу Робин Гуд грабил банки не корысти ради, а с умыслом. Хотел показать, что коварная система выдает кредиты кому попало. Деньги были розданы испанским кооперативом, а у Дурана появились последователи по всей стране. А что произошло, когда пришло время платить? Я объявил себя банкротом. У меня нет собственности, нет зарплаты, нет денег в банке. Шесть месяцев прятался. Когда вернулся, два месяца провел в изоляторе. Прокурор просит для меня восемь лет. Цюрих. Банковская столица планеты. Швейцарский федеральный технологический институт. Год назад вышедший из этих стен доклад о мире транснациональных корпораций произвел эффект разорвавшейся бомбы. Мы составили выборку из 30 миллионов компаний. 43 тысячи из них транснациональные. Мы начинали с конкретной корпорации и отслеживали по цепочке ее присутствие в капитале других компаний. В свою очередь, эти другие компании также могли иметь доли в уже третьих по счету фирмах. И мы продолжали разматывать эту цепочку до тех пор, пока она не заканчивалась. Условно говоря, если сравнивать эту ветвистую структуру с деревом, мы начали с корней, добрались до веток, а потом и до каждого отдельного листка. Результатом исследования стал вот этот список из 50 транснациональных корпораций, которым, образно выражаясь, принадлежит мир. Мир, а не пестрое многообразие логотипов, наклеек, нашивок, торговых марок и брендов. Выясняется, что контроль над мировой экономикой сконцентрирован в руках очень ограниченной группы. Это уже не 20%, которые контролируют 80% мирового богатства, а меньше 1%. Это был первый вывод нашего исследования. Любопытно, что в списке Батисона подавляющее большинство – это инвестиционные банки и финансовые конгломераты. Производственных или добывающих компаний здесь почти нет. Все верхние позиции принадлежат компаниям с британской или американской пропиской. Я часто слышу такую реакцию от тех, кто знакомился с нашим докладом. Ага, значит, существует некий заговор с целью строительства суперядра из корпорации для контроля над миром. Но здесь не нужно никакого заговора. Такая структура формируется самим рынком. Хотя я совсем не хочу сказать, что это здорово. Но ведь и раковые опухоли тоже образуются естественным путем. Совершенно верно. Если частный капитал терпит фиаско и начинает приносить вред, по законодательству о банкротстве он должен быть национализирован. Но после кризиса 2008-го этого сделано не было. По политическим причинам. Потому что банковское лобби в Вашингтоне настолько сильно. Быть может, это и не лобби. Но почему тогда на руководящих постах на двух континентах друг друга сменяют бывшие сотрудники одного и того же банка? Генри Полсон, Роберт Рубин, Рэм Эммануэль, Марио Драги, Антонио Боргис или Марио Монти. Все это люди, в разное время работавшие в Голдман-Сакс. И это только один из банков. Было даже специальное исследование. Маленький мир корпоративной элиты, проведенный американским социологом Дэвисом. Было показано, что даже с демографической точки зрения существует некоторая однородность в самом классе управляющих. По своему социальному происхождению они находятся всего в нескольких ступенях друг от друга. Они происходят из одних слоев общества, посещают одни и те же заведения, клубы и играют в гольф друг с другом. Это именно то, к чему банки ведут на протяжении последних 40 лет. Состояние, когда свобода действий банков не ограничена ничем. Финансовый кризис, в который мир погружается с 2007 года, это прямое следствие анархии, когда государство капитулировало перед лобби Уолл-Стрит, или, как я называю их, «богов денег». Есть направление, да, вот оно такое, обогащайтесь. Современная система давала человеку в долг под проценты делать его рабом. человек попадает в состояние рабства. Вот мне иногда приходится жить в лесу, и я понимаю, что сколько человеку мало надо на самом деле. Потому что там есть какая-то крупа, и есть во что одеться, и у тебя есть самое ценное, твое время. У меня было такое ощущение, может быть, не только у меня, когда я впервые как-то попал в огромный супермаркет и посмотрел на себя, вот и такой же, маленький, вот две руки, две ноги. Думаю, все это для меня, все это как-то должен потребить, и все это, оказывается, может мне быть нужно. Надо же так, это надо просто заставить задуматься и придумать, для чего же мне это все нужно. Нельзя, чтобы один народ был сытым, а все вокруг голодали. Все религии против этого. Скандинавские страны от перепроизводства сбрасывают масло и молоко в море, тогда как в Африке дети умирают от голода. Это кризис морали, он причина экономического кризиса. Кто знает, быть может, Великая депрессия, опускающаяся на мир, это кара, посланная в наказание банковским воротилам, всемирным ростовщикам Суолл-стрит. Они строили эту башню. Но карточный домик сложился. И это происходит не в какой-то далекой Греции, а по всей планете. Система богатых и влиятельных людей, сделавших весь мир своей собственностью, рушится. Рушится вся их философия, которая гласит, что чем больше пищи на их столах, тем больше объедков достанется толпящимся у их ног. Это действительно целая философия. Новая религия, со своими пророками и святыми. Господь хочет видеть тебя богатым, проповедует один. Господь хочет видеть тебя счастливым, утверждают другой. Есть даже отдельная церковь, заправляет которой гражданин с фамилией Доллар. У этой новой веры должна быть своя Библия. И мы легко найдем ее в любом книжном магазине. Книга называется «Атлант расправил плечи». Ее автор – эмигрантка из дореволюционного Петербурга Алиса Розенбаум, прославившаяся на Западе под псевдонимом Айн Рэнд. Труды всех нобелевских лауреатов по экономике по своему значению для западной цивилизации меркнут по сравнению с Атлантом. «Беги со всех ног от любого, кто говорит, что деньги – это зло. Это колокольчик прокаженного на шее того, кто хочет тебя обокрасить. Клянусь жизнью и тем, как я ее люблю, что никогда не буду жить ради другого человека и не попрошу другого жить ради меня». Вас обвиняют в том, что вы с презрением относитесь ко всем религиям и к самой концепции Бога. Я правильно излагаю? «Да, совершенно верно. Я не спровергаю культ альтруизма. Сам принцип, что моральный долг человека – жить ради других, что человек должен быть готов пожертвовать собой ради других». Офис «Гоудман-Сакс» в Нижнем Манхэттене не имеет ни вывески, ни указателей. Тем, кто проходит через эти двери, указатели не нужны. Чтобы заглянуть в глаза банкирам на Уолл-стрит, мы отправляемся туда вместе с Джеффри Ингерсолом, морским пехотинцем, ветераном Иракской войны. Скажите, как вы относитесь к акции «Оккупировал Уолл-стрит»? Как вы относитесь к протестам на Уолл-стрит? А вы, сэр? Я не очень понимаю, чего они все добиваются. Им не нравится состояние экономики, безработица. Но надо как-то понятнее выражаться. Чего они хотят? Я понимаю, кто-то должен проиграть. Но слишком много проигравших. Мой брат пошел в морскую пехоту, потому что не сумел найти работу. Да, я понимаю, жизнь тяжелая. Как насчет уголовной ответственности для тех, кто на Уолл-стрит, кто довел до такого состояния? Понимаете, о чем я? Нет, не понимаю. О чем вы? О том, что не надо продавать мусор под видом ценных бумаг и играть на дирже целыми странами, как, например, Греции. Ну да. Мой отец работал на текстильную компанию в Южной Каролине. Потом Клинтон создал «Нафто» — торговый альянс с Канадой и Мексикой. И внезапно оказалось, что текстиль дешевле производить в Мексике. Потом случился обвал. Где найти работу таким, как он? Ему 57 лет. Рынок наводнен свободной раб силой. Пусть отправляется в Вашингтон. Я смотрю Fox News, так что поверь, у меня правильный взгляд. Но вам не кажется, что кризис вызван тем, что политики в Вашингтоне действовали заодно с банкирами? Ну да. Но это капитализм. У него бывают минусы. Но это проверенная система. Мы не собираемся строить социализм. Как насчет уголовной ответственности для людей, которые украли так много денег? К примеру, как насчет Goldman Sachs, который фактически утопил Грецию? В капиталистической реальности бывают ухабы. Goldman Sachs вернул кредиты, которые ему давали. Джейпи Морган тоже. Но мы-то вообще-то давали им миллиарды. Государство дало им миллиарды. Чем это не социализм? Может, тебе лучше отправиться во Францию? Эй, приятель, я ветеран вообще-то. Ветеран? Морской пехотинец. Отлично, рад за тебя. Удачи тебе. Можете что-нибудь сказать протестующим против Уолл-стрит? Сэр, вы можете что-нибудь сказать? Можете что-нибудь сказать? Когда вы выступаете за общество, в котором каждый живет исключительно ради собственной выгоды, вы защищаете систему, устроенную по законам джунглей. Именно такое состояние дела привело к тому, что люди начали требовать от государства вмешаться и установить свои правила. Защитить людей от произвола олигархов, тех людей, успешных людей, которых вы так обожаете, тех, которые употребили всю свою мощь и силу во вред обществу. Разве не так? Нет, не так. Эта страна была построена не олигархами, а независимыми промышленниками, которые добились всего сами. Все, кто читал эту книгу, зарабатывали в среднем раза в два или в три больше среднего. Она волшебная? Боги больших денег не дают интервью тем, кем они не владеют. И все же одного из расправивших плечи атлантов мы разыскать сумели. В Лондоне. В России риторика кризиса, она выдумана. Люди ни хрена не работают. Ну, что, греки работают? Один с сошкой, семеро с ложкой. Жители Испании, что работают, точно так же. Сиеста, фиеста, конечно, у них плохо. Человеку надо понять, кто он такой, что он родился никому ничего не должным, что у него есть абсолютное право на себя, на свои части тела, на свои мысли и на продукты своего труда. И что он не должен жить ради кого-то. Справедливость, справедливость – это слово, с которым, с устами, с которым совершено самое большое количество преступлений против частной собственности. Обычно, когда политики говорят о справедливости, они знают, что успешных будут отбирать и отдавать лентяям, дуракам и прочим, прочим, нечестивцам. Есть такая немецкая поговорка, которая хорошо все объясняет. Все, что не может продолжаться таким же образом, как это было до сих пор, однажды обязательно закончится. Мир, которому господин Чичваркин продает эксклюзивные вина в своем новом магазине, висит на тонкой нитке с витиеватым названием QE – количественное смягчение. Это примерно 100 миллиардов долларов, которые Федрезерв США закидывает в мировую экономику каждый месяц, отчаянно стараясь запустить ее остановившийся двигатель. Но спрос не восстанавливается. Корпорации понимают – метастазы кризиса никуда не исчезли, а потому напечатанные деньги попадают не в производство, а в банковское казино. В индексе крупнейших компаний S&P 500 за прошедший год именно банки показали максимальный рост капитализации. Бэнков Америка, Морган Чейтс, Голдман Сакс и Морган Стэнли подорожали кто на 40, кто на 100%. А откуда этот праздник на улице, где закрываются заводы? И не потому ли по миру гуляют уже не 500 триллионов, как в 2008-м, а больше квадриллиона деривативов – спекулятивных контрактов, часто ничем не обеспеченных ценных бумаг, вроде американских ипотечных облигаций или кредитно-дефолтных свопов. Их называют финансовым ядерным оружием, токсичным мусором, химическим супом. Как бы то ни было, сегодня этот пузырь уже в 20 раз больше всей мировой экономики. Правда, надували его уже сами правительства, по какой-то невероятной причине, готовые приносить в жертву банкам своих собственных граждан. Но как высоко и как долго можно поднимать потолок заимствований? И что будет, если самолюбивый Атлант однажды устанет держать этот потолок? В момент, когда вместо ясных целей я начинаю создавать сложные финансовые инструменты, когда я говорю «Окей», если вот это случится, а потом вот это случится, а потом я сделаю то или это, если все эти вещи произойдут, то я обещаю вам 20% прибыли. При этом я не понимаю, что я делаю. Вы не понимаете, как это работает. Проблема финансовых рынков сегодня – это сложные инструменты. Никто не понимает, как это устроено. Даже те люди, которые их выпускают. Это не настоящая экономика. Это экономика мастурбации. Корпоративное государство не знает границ в своей неустанной погоне за прибылью корпорации разрушают государство, давшее им приют. Мы можем видеть это повсюду. Сейчас мы разговариваем с вами в Филадельфии, где городские власти закрывают 64 муниципальные школы. Закрываются пожарные части, массовое увольнение в госсекторе, около 600 тысяч рабочих мест. Иначе это можно назвать всемирным разгосударствлением. Подняли либеральные разговоры о том, что частное якобы всегда эффективнее государственного, происходит тотальная деконструкция государства, как субъекта власти. Власть отныне будет принадлежать безымянной и невидимой корпоратократии. А государству предоставят возможность платить за ее ошибки, увольнениями бюджетников, сокращениями расходов или выдачей новых кредитов. Государство легко сделать козлом отпущения, обвинив в расточительности или коррупции. А вот предприниматель здесь никогда не бывает виноватым. Ведь он ориентируется на прибыль. А прибыль в здешней системе ценностей это обязательно добродетель. Отсюда единственный рецепт борьбы с кризисом. Приватизация, приватизация и еще раз приватизация. Приватизация просто превращает общественные услуги в источник прибыли для избранных. После приватизации снижаются качества, уровень обслуживания в социальной сфере, здравоохранения и образования. Когда по решению правительства Каталонии приватизируется медицина, это происходит потому, что нынешний советник по здравоохранению в правительстве раньше был президентом Ассоциации медицинских компаний. Государство — это кукла. Государство исполняет все, что от него требует мир корпораций. Когда же корпоративный мир оказывается в беде, как в случае с кризисом, что делают олигархи? Они обвиняют государство. А государство терпит и принимает вину на себя, потому что это его новая роль. По крайней мере, в США его роль — быть мальчиком для битья. А потом мы меняем политиков, и все продолжается дальше. Но настоящие причины от этого не уходят. Возможно, пришла пора выслушать противоположную точку зрения. Ту, что опирается не на агрессивный индивидуализм, а на тысячелетние принципы общинности и взаимовыручки. Мы отправились в Китай в дни, когда в этой стране шла плановая смена управленческой элиты. Вопреки обвальному падению глобального спроса, экономика Китая продолжает расти недостижимыми для остального мира темпами. Да, например, в американском списке «Форчун» почти все компании частные. Однако вошедшие в него 69 китайских компаний в основном являются государственными под управлением Госсовета КНР. Если мы и говорим о приватизации, то имеем в виду лишь общие правила работы на рынке. Раньше госкомпании имели определенные преимущества. Сейчас частникам тоже разрешили с ними конкурировать. Это пойдет на пользу самим госкомпаниям. Это одна из многих тысяч строек, которые ведет сегодня китайское правительство. 50-километровая новая ветка пекинского метрополитена. Здесь на глубине 25 метров влияние глобального кризиса как-то вообще не ощущается. Согласно планам государственной железнодорожной компании Китая этот объект должен быть сдан в эксплуатацию спустя два года и мало кто здесь сомневается, что именно так и произойдет. На самом деле торжество глобализации пришлось на 92-й год. Год, когда не стало Советского Союза. В результате сложился единый глобальный рынок. С тех пор на этом рынке происходит противоборство различных экономик. Причины кризиса противоречия между этими интересами и системой управления мировым хозяйством. Каждая страна думает исключительно о себе. Они повторяют без конца это выгодно потребителю. Но если взять к примеру Apple, то Apple вывез все рабочие места в Китае, где 15-летние девочки делают для меня айпады и айфоны. Только вот цена почему-то все равно не снижается. Где тут интересы потребителей? Произвести айфон стоит 200 долларов, а тут он сколько стоит? Кому и для чего это нужно? Знаешь, кому? Тому, кто сидит на самой вершине пирамиды. С вершины этой пирамиды не разглядеть китайский городок Ги Ю. Крупнейший в мире электронный могильник. За деньги, которые покажутся смешными в креативном мире, дети и женщины здесь разбирают на части мониторы, клавиатуры, игровые приставки и смартфоны. Одним словом, на этих 50 квадратных километрах умирают гаджеты. Еще вчера объекты вожделения миллионов, а сегодня токсичные груды пластика, стекла и свинца. Человек может добиться счастливой жизни, чтобы ему хватало на хлеб, одежду и развитие. Если люди не работают, но при этом мечтают сохранить высокий уровень потребления, думают об удовольствиях. Такое общество просуществует недолго. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. Шесть миллиардов человек живут в нищете, один миллиард живет в достатке. Однажды шесть миллиардов попробуют взять то, на что, как они считают, у них есть право. «Центр легкой промышленности Южной Азии пакистанский фейзалабад». За последние два года кризис поставил на колени отрасль, которая сама по себе градусник мировой экономики. Ставшие в один миг ненужными ткацкие станки, невидимая рука рынка уже порезала на металлолом. А вот это колыбель мировой демократии, два километра от Афинского Акрополя. А это уже знакомый нам Фрато. Помните итальянскую текстильную столицу? 40% населения Фрато теперь эмигранты из Китая, чьи полуподпольные цеха размещаются на площадях разорившихся итальянских фабрик. Это глобализация в действии. Сбросив грязные производства в Третий мир, Европа теряется в догадках, откуда же пришла эта лавина нелегальных мигрантов. Греция напоминает Америку 18 века. Здесь мы, коренные греки, это индейцы. А нелегальные эмигранты ковбои. Мы не хотим потерять свою родину. Нам не нужна иностранная рабочая сила. В хаосе и анархии не остается умеренных. Общество делится на крайне левых и крайне правых. Одни взрывают банкоматы, другие наводят порядок на блошиных рынках. кое-кто, кое-где пойдет еще дальше. Быть националистом сегодня особенно сложно, потому что наше общество пропитано антинациональной и антинационалистической культурой. Нас устроят, если они все уедут. Пусть о них заботится международное сообщество, по-другому никак. За 20 лет в нашу страну приехало 2 миллиона мигрантов, а у нас полтора миллиона своих безработных. Миграция вредит как народу, принимающему других на своей земле, так и народу, теряющему свою рабочую силу. Европа и мир все это уже видели не раз. Испанский, португальский, итальянский, немецкий, греческий, японский, китайский и национализм прошлого века внебрачные дети американской Великой Депрессии. Дело не в цвете кожи, а в экономике. Когда 100 лет назад на севере США постующие рабочие линчевали темнокожих штрейкбрейкеров, это еще не называлось расизмом. В мире, похожем на джунгли, это просто борьба за выживание. К нам приходит так много людей, которые полностью потеряли надежду. И я вам говорю, однажды эти люди выйдут на улицы и кончатся тем, что они будут убивать друг друга. Им нечего терять. Если вы ставите человека в положение, когда ему нечего терять, будьте готовы к беспорядкам. Радикализация это вещь хорошая, потому что если ты не будешь радикально настроен, ты не сможешь найти решение. Однако право радикала не учитывают историю. Когда в Европе к власти приходили правые, это означало войну. Мировая война уже идет, хотя об этом и не объявлено вслух. В действительности, если ракеты Петриот размещают на территории Турции, это равносильно объявлению войны. Чего добиваются эти организации? Только разрушение народов. Война – проверенное лекарство от кризиса. Она списывает долги и дает работу миллионам ненужных рынку мужчин. Оптимизация человечества. Всегда найдутся великие идеи для драпировки истинных причин. Борьбы за ресурсы, колонии и рынки сбыта. Война – это первая в истории корпорация. Вот что такое война. Что происходит с корпорациями в мире свободного рынка? Корпорация видит конкурента и старается уничтожить его любыми способами. Недружественное поглощение. Я очень пессимистично настроен. Я думаю, что некоторые страны жонглируют миром. Внезапно раскалываются на части целое государство. Была страна Ирак. Сегодня это практически четыре маленькие страны. Была страна Югославия. Сегодня это пять стран. Знаменитое последнее обращение президента Эйзенхауэра к американцам заканчивалось словами. Следите за военно-промышленным комплексом. Это смертельная опасность. Боинг не перестанет собирать бомбардировщики. Неважно, нужны ли бомбардировщики. Ведь это приносит деньги. Борьба сейчас не за свободу и демократию, не за халифат. Борьба идет против всех, кто отказывается склонить голову перед США. Если ты хочешь силой подчинить себе людей и обратить их в свою веру, тогда ты не мусульманин, ты американец. Они тоже говорят о демократии, но учат демократии бомбардировками. Даже в самой глуши, здесь, в Пакистане, вы всегда найдете Пепси и Кока-Колу. Либо кола, либо убивающие нас беспилотники всегда в наличии. Вы не найдете дорог или электричества, но вы найдете товары транснациональных корпораций. Томас Фридман, этот апостол неолиберализма, писал, Макдональдс будет доставлен к вам на крыле Ф-16. Один генерал сказал мне, да, мы все сейчас используем страны-сателлиты, США, Россия, у нас у всех есть союзники, но мы идем к той точке, когда мы перестанем действовать опосредованно, и мы дойдем до открытого конфликта. Поэтому давай с тобой договоримся, если однажды мы увидим друг друга на поле боя, ты не станешь стрелять в меня, я не стану в тебя. Алчность это не вопрос религии, это вопрос законов и здравого смысла. Религия просто формулирует это, но в конце концов все религии говорят об одном, будь добр к своему соседу, не будь слишком жадным, потому что если ты жаден, в конце концов ты сам заплатишь за это. Мы живем по изменившимся этическим правилам. Потребление сегодня заслонило все. Быстрое обогащение и потребление здесь и сейчас стало целью. Жизнь взаймы, жизнь непосредством. Однажды за это придется заплатить. Мысль о том, что если пожертвовать потребностями человека ради интересов рынка, то наступит счастье. Это полный бред. За последние три тысячи лет не случилось ничего, что подтверждало бы этот абсурд, распространяемый бездарными экономистами вроде Мильтона Фридмана или третисортными писателями вроде Айн Рэнд. Мы забыли, откуда мы родом. Мы забыли, что многие явления в живой природе имеют значение, которое не может измеряться деньгами. Что человек сам по себе имеет ценность, неизмеряемую деньгами. И я думаю, что весь этот сумасшедший проект готов обрушиться нам на голову. Творческий вечер в публичной библиотеке Филадельфии закончен. Крис Хеджес, бывший сапкор Нью-Йорк Таймс на Ближнем Востоке, покинувший газету в знак протеста против войны в Ираке, раздает автографы. Библиотеку угрожают закрыть, и в местном бюджете нет на нее денег. Филадельфия все сильнее напоминает своего соседа. Город, раскинувшийся совсем рядом, за мостом через реку Делавер. Это был один из самых перспективных промышленных городов мира. За этим мостом раскинулся наш высокоразвитый и богатый сосед, город Кембден. Здесь производили все, от военных кораблей до сидений для унитазов. Здесь был придуман граммофон. Звукозаписывающая индустрия родилась здесь, в Нью-Джерси. Лучшие певцы планеты приезжали сюда, чтобы записывать свои арии. Здесь были театры, 20 кинозалов, опера. И что же случилось со всем этим? Сегодня Кембден беднейший город в Америке. Город с самой высокой в США статистикой убийств. С 1 января у нас было убито 53 человека. Настоятель католической церкви Святого Сердца Майкл Дойл служит в Кембдене последние 38 лет. За свои взгляды он был командирован сюда из Ирландии и давно перестал ждать нового назначения. Дойл один из немногих белых, оставшихся в Кембдене, после того, как отсюда эвакуировались офисы корпораций. Город принимает канализационные стоки со всего округа, что позволило закрыть 46 очистных станций в более богатых районах. Здесь сжигается мусор со всего округа. Здесь размещены две тюрьмы. Сюда везут металлолом со всего южного Нью-Джерси. Все, что сломано и не подлежит восстановлению, отправляется сюда. Кембден – это самое наглядное место в Америке, чтобы увидеть, насколько ущербна нынешняя система. Это жертва их прогресса. Это те, кого выбросили за борт. И теперь весь мир пробует, каково это. Современный Вавилон – это как раз полное порабощение сил души. Мне, как монашествующим, как воин Христов, понятно, что кто в этой игре главный правитель, всегда был и есть. Естественно, сатана – это дьявол. Бог – хорошая придумка для людей, боящихся умирать, боящихся импотенции и так далее. В основном вот это два момента, когда люди приходят к Богу. Мне это не грозит. Мы – животные и живем по инстинкту. Нам нужно сохранить себя и размножиться. Если человек утратит мораль и понятие справедливости, он опустится ниже животного. В Коране сказано, у них есть глаза, которые ничего не видят, у них есть уши, которые не слышат, у них есть сердца, которые не бьются. Они становятся животными. Хуже, чем животные. Будь мусульманином, христианином или неверным, но не переставай при этом быть человеком. Вера благословляет твой человеческий облик. Лас-Вегас и Голливуд хотят сделать себя животным. Они думают только о прибыли, а это и есть превращение в зверя. Удобра есть сила удерживающая. Она неявная, она не с оружием. Эта область мрака, к сожалению, свойственна всему человечеству. Но есть область святая, куда мы должны идти. И это тоже внутри вас. Вот путь-то этот внутри нас. У меня нет отчаяния. Я верю. Я знаю, что когда люди почувствуют боль, они начнут искать лекарства. Мы сможем найти это лекарство. Жизнь только в руках Бога. Ничего не надо бояться. лекарства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok